Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Как вы знаете, на 3 декабря планировалось видео обращение от Артура Варданяна к инвесторам и партнерам Кэшбери, о чем гласило объявление в правом нижнем углу кабинета. Но, как мы видим, на данный момент никакого обращения нет, хотя уже наступило 5 декабря. И сейчас объявление гласит, добрый день, вывод доступен каждое первое число месяца с 0 часов до 23.59 по московскому времени. Видеообращение будет на этой неделе. То есть, я так понимаю, сроки сдвигаются. В своем предыдущем видео я попросил инвесторов компании написать, удалось ли им сделать 1 декабря заявки на вывод. И вот пользователь Radisson Invest написал «Мне компания ничего не должна, но я нахожусь в одном из таких чатов и лично видел несколько сообщений от ребят о том, что они успешно отправили именно заявку непосредственно вывод на карту и у всех, естественно, разные суммы, согласно расчетам. Также помогал своим партнерам с этим вопросом и он успешно был решен». Ну, а далее, конечно же, ждем, ведь ничего более, кроме этого, изменить не в силах. И я этому пользователю написал «Сообщите, обработаны ли заявки». И пользователь Radisson Invest написал «Сегодня несколько ребят отписались, что выплата им пришла». То есть, получается, что те заявки, которые были сделаны 1 декабря, они все-таки были обработаны. Пользователь Ирина Шипунова написала «Я сделала вывод 2%, теперь жду поступления на карту». Ирина Старостина написала «У меня сестра получила 11 тысяч по одному вкладу и 1400 по другому». И я уточнил «Ирина сестра вчера сделала заявку на вывод и уже сегодня получила деньги». Она ответила «Да, Андрей». Пользователь не в тему пишет «Заявку на вывод в Кэшбери сделал 5%. Написано в ЛК. Со 2 по 16 декабря ожидайте поступления. Ждем от вас подтверждения, что деньги действительно пришли». Ангела Шарафуддинова написала «У меня 5%. Поставила на вывод, как придут, отпишусь». «У Кэшбери только одна официальная группа». Наталья Панченко пишет «Сама видела у знакомой в кабинете, что заявку приняли. Один день, чтобы заказать, а не чтобы все вывели. А деньги должны прийти до 16-го. Пока рано делать выводы. Вы же в компаниях, которых депаете не за секунду выводите и по нескольку дней бывает. Давайте выводы чуть позже сделаем. С огромным к вам уважением». Александр Красновский пишет «Я вывел 100% все свои средства, как обычно. Все пришло в течение часа». Ну, если вывод работает настолько быстро, я вас, конечно, поздравляю. Только мне не очень понятно, почему некоторые пишут, что выводят 5%, а вы, Александр, выводите сразу 100%. Как у вас это получается? Итак, если у вас также получилось сделать заявку на вывод, и вы уже средства получили, пожалуйста, напишите об этом в комментариях к этому видео. А еще будет лучше, если вы подтвердите вывод средств скриншотом из вашей платежной системы, чтобы действительно можно было убедиться, что средства были выведены. Ситуация в Кэшбере показывает, что в любой компании или проекте со временем могут начаться проблемы с выплатами. И поэтому я считаю, обязательно нужно следовать золотому правилу инвестора. Не держите все яйца в одной корзине. Я сам стараюсь следовать этому правилу. Вот здесь вы сейчас на экране видите таблицу, в которой я собрал все компании, в которых у меня работают деньги. На данный момент в этой таблице 15 компаний. То есть 15 компаний с пассивным доходом. Причем можете обратить внимание, что часть этих компаний помечена синим цветом. Почему синим? Синим я помечаю компании, которые отношу к более надежным, поскольку они работают на рынке 3 года или больше. То есть практика показывает, что компании-однодневки хайпы закрываются максимум в течение двух лет. А многие работают даже меньше года. То есть если компания отработала 3 года или больше, значит уже твердо стоит на ногах. Уже можно назвать ее более-менее надежной. Ну а если компания появилась относительно недавно, в 2018 году или в 2017, значит время покажет, как эта компания будет развиваться и как она будет себя чувствовать. В таблице, как видите, я специально собрал основную информацию. Дата, год основания, страна регистрации, кто основатель. Какой доход в месяц дает компания, валюта, с которой она работает и с какой минимальной суммы можно начать. Конечно, практика показывает, что компании, работающие 3 года или больше, то есть надежные, они не дают большой доходности ни 20, ни 30 процентов в месяц. Они дают более-менее такую консервативную доходность. Чтобы узнать больше по каждой конкретной компании, можете навести мышку на ее название и откроется страница, посвященная данной конкретной компании. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, добавляйтесь ко мне в скайпе или в телеграме. Мои данные указаны под этим видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»